Колонна с грузом для Дебальцева уже в Донинской области. Помощь можно будет получить в специальных центрах, которые открывают власти ДНР. Кроме того, в Дебальцево также обустроены медпункты и пункты временного размещения для тех, чьи дома были разрушены во время боевых действий. Дебальцево сильно пострадало от обстрелов. В городе сейчас идут восстановительные работы. Планируется, что уже завтра город смогут посетить наблюдатели ОБСЕ. Из Дебальцево репортаж Станислава Назарова. В Донецк уже прибыла колонна с гуманитарной помощью из России. 15 грузовиков привезли более 100 тонн продовольствия и медикаментов для Дебальцево, где еще накануне республиканские власти развернули несколько полевых пунктов временного размещения. Еще накануне там заработали пункты обогрева. В городе нет ни электричества, ни отопления. Известно как минимум о 5000 местных жителях, которые остались в Дебальцево. Силам ополчения известно о нескольких разрозненных группах украинских солдат, которые продолжают действовать в южной части города. Ополченцы предлагают им сдаться. Те, кто добровольно складывает оружие в плен, не берут, а передают родственникам. Что касается обмена военнопленными в ДНР, готовы к процессу по принципу всех на всех. Ополченцы продолжают по всей линии противостояния в одностороннем порядке отводить тяжелое вооружение. В первую очередь это районы Тельманово, Еленовки и Ясиноватая. Орудия выше 100 мм калибром отводят места постоянной дислокации в городе Донецке. Станислав Назаров, Василий Харитонов, Еленатий Корнеев, Вести, Донецк.